Восемь часов столицы, вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. И начнем выпуск с информации о закрытых дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Снег, метель и плохая видимость. В четырех областях Казахстана закрыты некоторые участки дорог. В Карагандинской области ограничено движение на двух участках автодорог. Первый из села Жумабек до города Балхаш и второй из села Ахсу до села Автогай. Также движение для всех видов автотранспорта приостановлено на трех участках автодорог Восточно-Казахстанской области. От поселка Белоусовка до города Ридер, поселка Глубокая до границ Российской Федерации и еще на шести участках. В Алматинской области временно ограничено движение на дороге от города Ушарал до границ Восточно-Казахстанской области и еще четырех направлениях. Также закрыт участок областной дороги в Туркестанском регионе. Между тем, в 11 регионах страны объявлено штормовое предупреждение по прогнозам синоптиков осадки в виде снега и дождя, вероятные в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей. Неблагоприятная погода ожидается на большей части Казахстана. Это низовая метель, туман и гололед. Автолюбителям следует быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. 17-летний парень погиб во время сильного урагана в Жамбылской области. Трагедия произошла в селе Жалпах-Тобем. Во время ветра он находился на крыше частного жилого дома. Молодого человека снесло на землю. Скончался парень до приезда скорой помощи. Отмечу, что порывы ветра в Таразе были до 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них 10 госпитализировали, в их числе трое детей. Остальных после медосмотра отпустили домой. Минувшей ночью 5 человек спасли из снежных заносов спасатели Кейгенского района Алматинской области. Две беременные женщины с двумя маленькими детьми и мужчина, несмотря на сильный буран, поздним вечером на автомобиле Нива отправились в дорогу и сбились с пути из-за плохой видимости. За помощью им пришлось обратиться к спасателям, которые на спецтранспорте добрались до них и, эвакуировав, доставили к месту назначения. Никто не пострадал. Отмечу, из-за сильной метели в регионе остановлено движение автотранспорта сразу на нескольких участках дорог. Тем временем в Туркестанской области продолжают устранять последствия непогоды. Без электричества в регионе до сих пор остаются жители 25 сел. Это почти 10 тысяч абонентов. На местах сейчас работают аварийные бригады энергетиков. Ситуация с погодой в целом улучшилась. Накануне вечером в регионе восстановили движение на трассе по направлению Шалак-Курган-Ашсай. А вот дороги в горной местности Туркубасского района до сих пор закрыты. На них продолжают дежурить спасатели. Как будут строить новые многоэтажные дома на востоке Казахстана, где землетрясения нередки и могут быть разрушительными? Ответ на вопрос знает наш собственный корреспондент Восточно-Казахстанской области Аннель Есенбердина. В Восточном Казахстане самое запомнившееся землетрясение – Зайсанское. Тогда, в 1990 году, сила сотрясения достигала 8 баллов. Разрушилось около 9 тысяч домов, а под завалами погиб один ребенок. Тусимхан Супеков в то время работал директором совхоза Казахстан неподалеку от Зайсана. Делится. Вспоминать страшно до сих пор. Тогда земля ходила ходуном, волнами. Гул стоял, как от трактора. Из-за рыков вода буквально выливалась и заливалась обратно. Люди не знали, куда бежать. Из 400 домов в нашем селе 267 разрушились. Их потом мы отстраивали заново. Только в нашем совхозе работали 28 строительных компаний. Ремонтировали уцелевшие здания, строили новые. Возвели две школы и детский сад. Конечно, причина такого масштаба разрушений одна. Дома Саманны строились без всякого учета возможных землетрясений. Это была главной ошибкой, считает сейсмолог Ринат Амиржанов. У нашего народа, казах, есть три беды. Это вода, огонь и зазала. Это вот это и есть землетрясение. Сейчас подобные промахи недопустимы. Тем более в строительстве. Поэтому и задача новой программы сейсмоисследования создать нормативы для безопасного возведения жилых домов. Особенно многоэтажных. В советские годы все проекты зданий выше пяти этажей утверждались в Москве. Во время землетрясения японцы на улицы не выходят. Они находятся, где работают, на том месте. Потому что у них дома самые безопасные. Потому что построены по программе Еврокод-8. Вот ее и внедряют в Казахстане. Взамен устаревших сейсмокарт, созданных еще четверть века назад. Отличается тем, что в 96-м году, когда эта карта построилась, сюда мы оборудованы и завозили. Вот это оборудование, это первый раз мы расставляем в территории города, территории областей. Речь идет о специальных сейсмодатчиках. Их привезли в область 10. Половина из них будут расположены в Искаминогорске. В целом же в регионе, в опасной зоне, 60% территории. Сейсмическое строительство есть такой норматив. Туда попадает 127 населенных пунктов, которые подвержены так или иначе воздействию землетрясения. В целях минимизации ущерба в дальнейшем, я имею в виду на перспективу, на территории Республики Казахстан реализуется программа оценки сейсмической активности территорий, городов и областей Казахстана. Начали ее с Востока Республики, потому что ранее уже был проверен Алматы. На самом деле это два самых сейсмоопасных региона страны. Этот год ученым выделено 700 миллионов тенге. А результатом программы станет разработка карт детального районирования области. Строители же получат новые нормативы, подтвержденные точными данными современных приборов. Анна Лисенбергина, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Президент Беларуси Александр Лукашенко и исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркеля провели второй за неделю телефонный разговор. Лидеры двух стран пришли к выводу, что миграционный кризис в Европе должен рассматриваться на уровне Беларуси и ЕС. В ходе беседы Меркель сообщила Лукашенко о просьбе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций. Отмечу накануне, часть беженцев, белорусские силовики, начали перемещать во временный пункт приема близ КПП Брусген. Сотрудники Красного Креста выдали мигрантам еду и воду, а также оказали медицинскую помощь. Тем не менее, еще порядка двух тысяч мигрантов остаются на границе Польши и Беларуси. Да, здесь лучше, чем спать на улице. В лесу очень холодно. Все люди идут в Ирак. Можно идти в Ирак? Да, потому что проблем много на Болонде. Вы смотрите новости Хабар-24. Напоминаем, работаем в прямом эфире. Во Франции началась пятая волна коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. В стране фиксируют почти 20 тысяч новых случаев заражения ежедневно. Тем не менее, больницам удается справляться с нагрузками благодаря высокому уровню вакцинации, отметили в Минздраве. Чиновники считают, что строгие карантинные меры в Пятой республике пока не нужны. В Чехии с понедельника ведут локдаун для непривитых граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Для посещения ресторанов, массовых мероприятий или заведений сферы услуг обязательным станет сертификат о вакцинации. Новые карантинные меры Кабмин утвердит сегодня. Отмечу, во вторник в Чехии выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. Из-за большого количества пациентов с COVID-19 больницы ограничивают предоставление услуг, а в некоторых регионах медикам помогают военные. А в Китае очередная вспышка коронавируса идет на убыль. Количество зараженных ежедневно уменьшается, но меры профилактики и контроля не ослабляют. Политика нулевой терпимости подразумевает полное искоренение вируса в районах заражения. Если близкие и второстепенные контакты больных новым типом коронавируса находятся под медицинским наблюдением, то все горожане, которые посещали хоть и в разное время те же места, что и больные, отправляются на домашний карантин. Первых в Китае сейчас около 43 тысяч. По последним же конкретные данные отсутствуют. Наш корреспондент также оказалась в числе изолированных дома после посещения здания одной китайской компании. Со времени начала нынешней вспышки в Китае прошел месяц. Прирост числа больных уменьшается, но власти не успокаиваются, ведь еще не достигнут нулевой показатель локальных случаев. А значит, система карантинов еще в силе. Изолируют не только больных и их близкие вторичные контакты, но и тех, кто бывал просто в тех же местах, где и зараженные. Последних отправляют на домашний карантин. В их число после записи интервью попала и наша съемочная группа. Теперь, как и в прошлом году, мы и наши семьи вынуждены в течение 14 дней оставаться дома. В Китае выявляют контактных в Китае с помощью Big Data данных, синхронизированных по номеру мобильного телефона. Таким же образом контролируют людей и во время карантина. Покинуть помещение мы теперь можем только для сдачи ПЦР-теста. И систему не проведешь, потому что у входа в квартиру устанавливают вот такую камеру видеонаблюдения. За ней следят сотрудники местного КСК. Нарушать правила тут и не пытаются, потому что законом установлены немалые штрафы и санкции. Например, в случае несоблюдения домашней изоляции дни могут обнулить, а значит второй круг карантинного пребывания обеспечен. Еще хуже оказаться в специальном центре изоляции. Это обойдется примерно в тысячу долларов на человека за две недели. А вот если нарушение карантина привело к заражению других, то тут уже последует уголовное наказание. Логичный вопрос. Зачем сидеть на карантине, если ПЦР-тест, к примеру, показывает отрицательный результат? Смысл в том, что болезнь развивается по-разному, и поэтому в Китае считают, что только строгая временная изоляция даст стопроцентный результат для удержания вспышки. ПЦР при этом нужно делать как минимум четыре раза на первый, четвертый, седьмой и четырнадцатый дни карантина. Дважды в день мы должны измерять температуру тела и отправлять данные в управляющую компанию. Мусор за нас выносят. Сначала его дезинфицируют, а потом распределяют по контейнерам. На сегодня по всему Китаю от COVID лечится больше 1200 человек. Абсолютно все больные с установленным диагнозом, независимо от степени протекания болезней, помещаются в клинику. Около 43 тысяч проходят карантин под медицинским наблюдением. Домашнему карантину подвергаются жители компаундов, а также работники и посетители офисных зданий и общественных мест, где были обнаружены больные COVID-19. О каждом случае нарушение изоляции пишут в СМИ. Готовить материалы из города Корпунт Хабар-24 сможет только через две недели, а пока интервью в Zoom и стендапы из дома. Все лучше, чем стать нарушителями и героями статей местных коллег. В Берлине бастуют воспитатели государственных детских садов и учителя. Почти 8 тысяч человек оставили свои места и не выходят на работу. Забастовка продолжается уже третий день. Госслужащие требуют повысить им на 5% заработную плату. Это примерно на 150 евро. Учителей и воспитателей поддержали библиотекари. Они также не вышли на работу, а вместо этого организовали акцию. Представители сферы образования собрались около главной достопримечательности – Бранденбургских ворот. С импровизированной трибуны они обращались к политикам, чтобы те помогли им добиться лучших условий труда. После бастующие прошлись по центральным улицам немецкой столицы. По словам воспитателей, если государство не пойдет на их условия, то забастовки продолжатся и на следующей неделе. К нам присоединились коллеги из городского сената и районных ведомств. Наше главное требование – это повышение зарплат. Мы считаем, что нашу работу должны ценить. Особенно во времена пандемии коронавируса, когда работать сложно и не хватает персонала. Пандемия помогает выжить исчезающим видом морских черепах в Сенегале. К такому выводу пришли экологи. За последний год количество гнезд редких присмыкающихся заметно увеличилось. А на пляжах все чаще можно встретить десятки вылупившихся детенышей. Специалисты уверены, это происходит потому, что в прибрежных зонах стало меньше туристов. Отмечу, что численность морских черепах в Сенегале в последние десятилетия резко сократилась из-за развития рыболовства, туризма и строительства. Для защиты от хищников у их гнезд волонтеры установили специальные клетки. Границы были закрыты. На пляжах и в отелях было не так много людей, было меньше света. Поэтому больше черепах стали откладывать яйца на пляже. Их возвращение мы наблюдаем с прошлого года. Во Франции продолжают увеличиваться масштабы одной из самых скрытых проблем – педофилии. После шокирующего отчета о католической церкви новый документ представила недавно созданная комиссия по расследованию таких преступлений. Подробности из Парижа у Алисы Сдыковой. Акция у подножия Эйфелевой башни от движения «Ну тут» французских последовательниц «Миту». Проблема, о которой долгое время было не принято говорить, вскрывается по всей стране. Болезненно, шокирующе. Я была жертвой инцеста со стороны моего отца до 13-летнего возраста. В 2010 году меня забрали соцработники. Отца задержали, мать тоже, так как она знала и ничего не сделала для нашей защиты. В 2011-м мои родители были осуждены. Отец вскоре освободился. Его приговор был год лишения свободы и два условно. Мой отец оказался на свободе, а я боялась выходить из комнаты. Мне казалось, что это я приговорена. Я попыталась покончить с собой. Стефи позже потеряла 12-летнего брата. Также жертву семейного насилия, который покончил с собой, не сумев добиться справедливости. В этом году во Франции впервые была создана национальная комиссия по вопросам инцеста и сексуального насилия в отношении детей. На специальной платформе за два месяца было собрано больше 6 тысяч показаний от жертв. Большинство из них это женщины, которые пережили подобное насилие в детстве. 13% жертв имеют инвалидность. Каждая третья из жертв предпринимала попытки покончить с собой. И 10 из 10 опрошенных заявляют о том, что государство недостаточно защищает детей. Сегодня национальная комиссия впервые собирается для публичного обсуждения этой проблемы. Стоит вопрос о специальном обучении сотрудников полиции, экспертов. Дети не могут предоставить доказательств того, что насилие было. Поэтому подавляющее большинство преступлений остаются без наказания. Я нарисую пирамиду. Число детей жертв сексуального насилия оценивается в 160 тысяч. Это данные разных социологических исследований. Из них 22 тысячи детей считаются жертвами инцеста со стороны отца. Уже немало. Но после пирамида сильно сужается, потому что по всем этим фактам есть только 1700 расследований и 780 приговоров. Еще раз. На 160 тысяч жертв всего 780 приговоров. Французские активисты требуют создания специализированного суда для рассмотрения таких дел. Подобная практика существует в Испании. В числе предложений также приостановление родительских прав на время расследования, введение адвокатской защиты для детей, пострадавших от сексуального насилия. Что касается насилия в отношении детей, это что-то вроде омерты. Об этом не говорят. Это насилие, которое остается в приватной сфере. Есть очень много проблем в законодательной сфере в отношении ребенка, ставшего жертвой и защищающего его родителя. Об этом не говорят. То есть говорят жертвы, но их не слышат, потому что все это в приватной сфере происходит. Мы все тут со всеми ассоциациями и исследователями, чтобы эта тема стала публичной и политической. Первые подсчеты комиссии говорят о том, что ежегодно в стране 160 тысяч детей подвергается сексуальному насилию. Чаще всего это происходит в семейном кругу. Комиссия будет работать в течение двух лет, собирая и анализируя данные. По итогам ее работы планируется внести изменения в существующую практику ведения и расследования таких дел. Альяса Сдыкова, Руслан Умержан, Хабар, 24, Париж, Франция. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Мангастаусская область заняла лидирующую позицию по доступности и развитию массового спорта. 267 тысяч человек ведут здоровый образ жизни. Эксперты почитали, почти 37% местных жителей посещают спортивные секции. Массовый спорт популярен не только в городе, но и в сельской местности. Игра, игра, все, победила команда Мангастаус. Третий год в Магисталской области работает социальный проект «Чемпионы нашего двора». За это время в регионе создано около 65 дворовых спортивных клубов. А замволейбола, футбола и баскетбола бесплатно обучают сельских и городских детей. К примеру, в Актау четыре раза в неделю подвижные игры для детворы проводит 67-летний пенсионер. Олег Моисеев к педагогике отношений не имеет. Он инженер-механик, но именно его тренировки дети ждут с нетерпением. Я хочу стать спортсменкой благодаря Олегу Моисееву. Он хороший тренер, я хочу стать как он. Он научил меня ловить мячи, кидать их, отрабатывать подачи. Я зову своих соседей, чьи дети играют. Вы приходите, поболейте за них, потому что им очень интересно детям, когда за ними смотрят, болеет там свой родственник, близкий человек. Тогда у них какой-то интерес появляется. Стремление лучше сыграть, дальше кинуть, попасть в что-то. Понимаете, будет тема для разговора дома. Ну а в сельской местности наибольшим интересом среди детей пользуются олимпийские виды спорта. К примеру, в селе Читыбай Каракьянского района секцию под Хэт-Ван-До посещает более 50 воспитанников. Многие из них победители республиканских и международных турниров, есть мастера спорта. Воспитанием чемпионов здесь занимается Фуркат Калмуратов. Молодому тренеру не раз предлагали работу в большом городе, но уезжать из села он не хочет. Сейчас я веду три группы. Раньше мне помогала моя ученица, которая тоже стала тренером. Я хочу, чтобы у детей были условия. Нам нужен хороший зал. Ежегодно они показывают результаты. Не всегда получается выехать в другие регионы на турниры. Но у каждого из них есть цель. Они хотят стать олимпийскими чемпионами. В регионе более 800 спортивных объектов. 450 из них – спортивные площадки. Воркаут-зоны есть и на Каспийской набережной. Бесплатные тренировки по 49. Олимпийским видом проводят в 19 спортивных школах. Больше 267 тысяч человек занимаются спортом. Это свыше 36% от общего числа населения области. Свыше 128 тысяч спортсменов в сельской местности. Особую роль в привлечении детей сыграл проект чемпионы нашего двора. Также появляются объекты для занятия массовым спортом на городской набережной. Построено несколько крупных комплексов. По 104 видам открыты более 3000 спортивных секций. Чтобы спорт стал доступнее для магисталцев, запланировано строительство новых объектов. В течение четырех лет появится 10 тренажерных залов, 4 крупных комплекса и около 100 новых спортивных площадок. Продолжаем выпуск. В Египте намерены спасать Нила. В ближайшие дни в стране будет создана специальная комиссия при парламенте, которая к концу года предоставит главе страны план по защите реки. Возглавит группу министр водных ресурсов. А на саму программу из бюджета Египта может быть выделено от 32 до 50 миллиардов долларов. Чем вызван столь серьезный подход к вопросу, выяснял Дмитрий Лукша. Основную угрозу самой длинной реки мира составляет глобальное потепление. По мнению египетских ученых, таяние ледников может со временем полностью уничтожить Нил как суверенное природное явление. Повышение уровня мирового океана якобы уже ведет к полному затоплению дельты Нила, а вместе с тем уничтожению плодородных земель Египта. В Каире смотрят шире. Помимо потери полей, страна рискует лишить крова миллионы людей. Сегодня более половины жителей Египта живут именно в прибрежных районах Нила. Только на сегодня переселить вглубь страны необходимо 500 тысяч человек. Делать это нужно уже сейчас, потому что по нашим прогнозам через 4 года Нил затопит от 200 до 400 квадратных метров суши. Процесс необратим. Если спасение реки не будет формальным, то нам удастся отстоять и людей, и Нил. Иначе через несколько десятков лет едва ли не всем египтянам придется искать убежище от большой воды. К примеру, по нашим данным, к 2070 году вода полностью вытеснит из своих домов 6 миллионов египтян. На борьбу с возможным затоплением дельты Нила ООН выделила 32 миллиарда долларов. Власти Египта пообещали удвоить бюджет проекта. К концу недели при парламенте страны заработает специальная комиссия по защите реки. Помимо чиновников в нее войдут ученые, исследователи и инженеры. К слову, строительство новых дамб многие из установленных ранее разрушены и станет первоочередной задачей комиссии. Далее на плечи спасителей ляжет выход на мировые организации для финансовой и идеологической поддержки и укрепления береговых границ реки. Отдельная группа в комиссии возьмет под контроль строящуюся в Эфиопии плотину возрождения. Мы знаем, что уже в ближайшее время пройдет ее третье наполнение. Первые два Эфиопии ушли в общей сумме 18,5 миллиардов кубометров воды. Считаем, что действия соседей не только нарушают ранние наши договоренности, но и угрожают безопасности Нила. Наша плотина – это величайшее достижение Эфиопии. Строительство выведет из нищеты миллионы наших граждан. Наша плотина – это величайшее достижение Эфиопии. Строительство выведет из нищеты миллионы наших граждан. Она обеспечит электричеством более половины населения, проживающего в неэлектрифицированных районах. Мы имеем на это право. И наше государство обсуждало этот вопрос и с представителями ООН, и с иными мировыми организациями. Египет не должен монополизировать свои права на Нил. Наши граждане также нуждаются в этой реке и ее потенциале. В ООН призвали обе стороны сесть за стол переговоров и решить спор до конца года. В то же время в ЕС поддержали Египет в опросе спасения Нила в условиях глобального потепления, чистоты воды и улучшения ее качества. Решать данные проблемы в Брюсселе намерены в тесной связке с будущей комиссией Египта по спасению Нила. На начало года при поддержке ЕС европейские компании-партнеры планируют предоставить Каиру около 60 миллиардов долларов в качестве безвозмездных грантов. Дмитрий Лукша, Светан Абрахмид и Амар Мурат, Хабар 24, Египет. В книге Гиннесса зафиксировали новых рекордсменов. Люди по всему миру традиционно показывали, на что способны. Так гимнаст из Великобритании побил свой собственный рекорд по дальности полетов между перекладинами. Новое достижение ровно 6 метров. А житель Китая, прыгая на руках, протащил за собой автомобиль. Расстояние в 50 метров он преодолел чуть более, чем за минуту. Как минимум один сертификат о рекорде полетит в этом году в Африку. Там житель Марокко за полминуты сделал 12 сальто назад на одной ноге. А жительница Венесуэлы попала в книгу рекордов Гиннесса за умение жонглировать футбольным мячом ногами. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok